ну что мои дорогие всем привет с вами клонова аня кто заказывал помады кто заказывал помады с вас обязательно лайк сразу ставьте лайк а потом смотрите мне будет очень приятно да и вам не сложно но для начала дорогие мои вы очень много спрашиваете мое мнение о тональном муссе поэтому я начну с него увлажняющий крем тинт для лица вот в таких упаковочках идет три вида три оттеночка значит он создан на основе уникальной корректической инкапсулированной технологии дарит эффект обнаженной увлажненной кожи ингредиент который тут находится в составе значит прям читаю увлажняют защищает восстанавливает и также он идет spf 25 до зимой когда от солнца отсвечивает ст 25 не помешает он идет 17 млм если это не опечатка потому что с каталогом не совпадает способ применения просто распределяем по лицу ну что ж артикул 63 57 название я не почитала давайте таким образом нанесу да ну он сейчас идет полупустой из-за этого так долго вот он такой светленький но он потом превращается получается в тональный крем то есть мы его наносим давайте вот так давайте на нас нанесу и посмотрим как он выравнивает все ли хорошо у нас получается он превращается в тональный крем и выравнивает лицо это прям мой оттеночек особенно после загара видите как у меня из-за морщинок шея загорела ужасно смешно вот ну как вы видите маскирует он не особо потому что он легкий это нужно дополнительно чем-то закрывать перекрывать но вот лично мои не сильные синяки под глазами да то есть и какие-то пуры он сразу скрашивает до какую-то красноту он тоже сразу убирает и это великолепно такой вот крем 63 55 это 2 у нас с вами пойдет ну то есть вот давайте я его вам прям так вот близко покажу при всего с такими какими-то крапинками идет и когда мы его наносим 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 на носит на носит бить я просто только внизlike пить и он начинает превращаться да начинает превращаться и я на руках тоже прикольно видна разницу но если тут венки что-то вот еще, то вот так вот он прямо крашивает кожу. Ложится замечательно. Какой-то вот у него идет парфюм прикольный. Ну, давайте нанесем сюда, посмотрим. Значит, он... Ой, много, да? Ну, ладно. Он подстраивается под цвет кожи. И этим меня, в принципе, и радует. У меня такое чувство, что нету из них ничего того, что мне не подходит. Вот, честно вам скажу, даже толстоватый слой нормально, здорово выглядит. Отлично. Нам тут еще хочется нанести. Ну, вот. Не могу сказать, что... Сейчас на кожу еще. Шею его навести. Шея только покраснела, да? Потому что остатки уже... Ну, смотрите. Практически одинаковые оттеночки. Я вот в них особой разницы не вижу. Сняла макияж, с правила дочки, на монтаж, поэтому прям разницы не вижу. Значит, первый был... первый у нас был 63,57, второй 63,55, и третий у нас 63,56. Вот. Интересно, конечно. Давайте еще на шею нанесем в домашнем хватики. Сразу видно, куда нанесли, куда они нанесли. Да. Бог, ну, Бог. Ну, вот он маскирует нормально, но не сильно. Да? То есть, получается, не сильно маскирует. И вот тут вот, конечно, не знаешь, как нанести. Ну, этот самый такой, я так понимаю, светлый. Да? То есть, вот так вот. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Очень даже неплохо, да? Вот видно, что еще недопревратился, потому что многовато. Ну, много, немало. Теперь вы будете знать. Вот, минус татуажа в том, что каждый раз перекрываешь нечаянно да, татуаж, который есть. Да. Ну, вот, в принципе, и все. Я не вижу разницы, если честно. Ну, вот тут был изъян. Вроде бы, нормально, да? Покраснение. Все перекрыло. Здорово, да? Лицо вроде бы без тоналки, но более такое прикольное, натуральное. Я хотела взять кисть. Даже распечатала новую абсолютно, да, артикул 910-136 кисть для тонального крема. Вот такая вот, но обошлось как-то вот без кисти. Да, то есть, ну, вот этот носогубный треугольничек хочется, конечно, немножечко потолще нанести, потому что, ну, видно вот эти вот все недостаточки. А я вот этой кисточке прям кайфую. Ну, этот прям, видно, что он светлее всех идет, последний теночек. Я даже не читаю название, потому что он мне, я вижу, что понравился, когда мы делаем центр светлее, края немножко потемнее, но он очень хорошо подстраивается и очень приятный и пахнет так, знаете, нерезко, симпатично, мне прям понравился. То есть, видите, центр сразу высветлился от этого тональничка, а края остались такие, да, слегка потемнее и, в принципе, так сейчас с тональными кремами и часто делают. Да, еще такая кисть шикарная, прям вообще. Ну, да, стало посветлее, получше, но все равно до конца, даже в два слоя, вот видите, если они есть и недостатки, оно не перекрывается. Ну, что ж, увлажняющий крем-тинт я вам показала, я им довольна, он мне нравится, то, что он имеет защиту, так как я люблю днем погулять и с утра погулять, это получается солнце, сильное солнце, вот, поэтому я прям довольна. Давайте начнем с помады. Что ж, начнем с самого края, чтобы было удобно. Значит, такие вот блески Бесин, вот этот блеск, значит, он идет с артикулом 3406, называется французская ваниль, я им не скажу, что довольна, потому что это абсолютно не мой оттенок, такой вот рыжулька, который, ну, я не знаю, мне не нравится, хотя он мягкий, клевый и очень даже приятно наносится, да. вот я нанесла его на нижнюю губу, я чувствую такой слегка горьковатый оттеночек, вкус вар, поэтому мне не нравится этот горьковатый оттеночек, честно сказать, оттенок не мой, хотя помадка ложится, ну, блеск вернее, да, ложится прям шикарно и очень-очень мягко, просто тон не мой, да, то есть сразу же, хоп, такое лицо стало странное с этой помадой, следующий оттеночек 203-404, давайте я его прям сюда, чтобы камеру сто раз не переворачивать, да, сделаю такой вот сводчик, да, так он наносится на руке, чтобы вам было понятно, да, ну, такой, знаете, то ли рыжий, то ли коричневый, губы очень красиво блестят, если вот его сравнивать с нашим блеском для губ, ну, вот все нравится и он не хуже нашего блеска для губ, да, глэмтин, например, но привкус вот этот не очень приятный, следующая помадка, значит, идет 203-410, я знаю, что у людей бывает очень много претензий к тому, что я, ну, она такая, видите, прям яркая, потому что я не называю название цветов, но я думаю, что если вам понравилось, артикул важнее, чем название цветов, 203-410, такая прям пигментированная, вот вы знаете, в зеркале она более такая вишневая, нежели у меня на губах, на камеру, хотя я уже яркий свет выключила, вот это вот неплохая, но вот этот вот холодный оттенок, я не могу сказать, что он не очень круто подходит, мне хочется чем-то разбавить этот блеск, но на самом деле приятный, вот сейчас стираю с руки вот эту вот розовую, я ее такой еле-еле оттеночек вижу, хотя она у меня, ну, меньше минуты была на руке, она слегка, чуть-чуть проявляется, и вот взяла мицеллярную воду, вы знаете, она как будто вот осталась, да, то есть сухим ватным диском ее смывала, как будто бы вот губы ярче, чем они есть на самом деле, ну, это из-за того, что мне кажется, она слегка проявляется, ну, очень слабо, следующая линейка помады, это кремовая помада для губ, но это, конечно, не мой оттенок, прошу меня строго не студить, на камеру не очень удобно краситься, да, но это абсолютно не мой оттенок, это вообще, я даже второй не буду подкрашивать, значит, кремовая, да, запах у нее, знаете, никакой, ложится очень хорошо, прям идеально, прям здорово ложится, мне очень понравилось, как она лежит, запах не чувствует, чувствуется, что она питательная, значит, вот я читаю, масло органы, ши, успокаивающий экстракт ромашки, экстракт ламинарии, каролины, ну, в общем, да, неплохой состав, сливовое блаженство, 35,64, да, то есть, неплохо, мне нравится, по текстуре, ну, то, что цвет не мой, это понятно, но по текстуре, просто шикарная помада, прям хочется и хочется ее наносить, прям мягкая такая, клевая, хорошенькая, прям супер, далее, это же самая линеечка, артикул 35,62, апельсиновое наслаждение, да, типа апельсинки, ну, ну, да, вообще не мой оттенок, но, хотя бы, знаете, он красивый, сам по себе, но, может быть, не назитнуть я, чтобы он мне понравился, но мне не очень нравится, следующая помадка, очень красивый оттеночек, 90%, кстати, в этой линейке, натуральные ингредиенты, так, 4 грамма она идет, 35,60, ягодное обольщение, ну, ягодные, не ягодные, но, действительно, очень-очень красивая, такая помада, хочу посмотреть, как они убираются, кисточка, очень-очень такой приятный оттеночек, красивый, очень-очень красивый оттеночек, очень хорошенький, 55,65, чарующий вишневый, наношу, черный, практически черная помада, если только может быть, знаете, что, сейчас я подсутру, да, и просто вот, она еще и проявляется, по ходу делу, да, вот так неплохо, да, то есть, ее не надо, в таком количестве, просто жирную наносить, иначе рот получается, практически черный, но, то, что она проявляется, это факт, потому, что, видите, палец остался розовый, я его не могу стереть, даже обмиться ярко, то есть, да, по ходу дела, она, видите, проявляется, плохо, удалось ее снять, потерла, практически все, стерла, но только с нашей, ницелярочкой уже, я вам могу сказать, что мне понравился только один том, да, вот, не помню артикуль, он такой розовый, да, что-то, там название было, значит, это клубничный восток, 3561, да, клубничный восторг, ну, вот, если ее наносить толстым слоем, она слишком яркая, да, то есть, вот прям, толстым, плотным слоем, то прям очень яркая, а если чуть-чуть, вот пальчиком, да, поприбивать, то получается прекрасный оттенок, то есть, эта помада, из-за того, что она плотная, ее можно долго хватить тем, кто не любит вот такие яркие цвета, будет просто круто, ее прям чуть-чуть, пальчиком задел, да, столичка взял, по губкам распределил и пошел, вот такие вот пигментированные помады, мне чем нравится, кстати, запаха нет никакого, не знаю, говорила я или нет, вот, сильно пигментирован помады, чем они хороши, тем, что надо, вот, или вы можете накрасить, да, прям толстый слой, или вы все-таки можете взять и слегка чуть-чуть нанести, да, горошинку, вот так вот пальчиком, да, раз распределить, у вас будет тоже очень красиво, да, то есть вот эти помады, они такие вот долговечные, да, обычно такой помады чуть не на год хватает, и чем мне нравятся такие вот плотные, очень такой, следующая помада, это люкс, в 12 оттеночках, оттенков очень много, яркие, нюдовые, и так далее, поэтому с вами поедем, да, сейчас смотреть, значит, первый оттенок, японский клён, да, то есть она такая темная в стике, но очень светлая, получается, ну, не такая темная, но если, конечно, потолше слой нанести, да, а если вот так чуть-чуть, и распределить, то получается очень красивый, да, оттеночек, смотря какой интенсивности, значит, 35,70, так, давайте посмотрим, что там у неё, 100% натуральная, если предыдущая была 90, то это прям 100, способ нанесения, так, ультрамягкая, увлажняющая губная помада, она тает, роскошная текстура, увлажняющая помада, легко и равномерно наносится, покрывает губы цветом, обладает нежным, приятным ароматом, так, аромат, да, аромат очень такой нежный и приятный, это реально, да, очень нравится мне, нежным, приятным ароматом, ухаживает за кожей губ, формула на основе природных ингредиентов и питательных масел, ши, оливы и абрикосовых косточек, питает и увлажняет, ну что ж, будем проверять, давайте я сначала её чуть-чуть нанесу, потому что она реально очень яркая, да, когда мы её наносим немножечко, да, сдаём вам, лёгкий такой оттеночек, она очень хорошо смотрится, вот если так пользоваться супер пигментированной помадой, то это просто красота, да, то есть, и, конечно же, можно нанести её очень толсто, да, уже кисточкой, пожирнее, наляпала, ну ничего, бывает, 35-76, розовый фламинго, то есть, давайте вот так сделаем, легонечко, то есть, она такая, очень приятная помада, прям реально приятная, мне понравилась, то есть, она не будет такой тёмной, как в стеке, вообще, хотя кажется, очень тёмной, да, ну и она блестит красиво, вот я её чуть-чуть наношу, да, она мне кажется, очень даже симпатичная, яркая такая, красивая, прям супер, да, она не такая пигментированная, как предыдущая, она будет просвечивать, вдохновляющее солнце, 35-79, ну да, симпатичная очень, несколько слоёв, тоже классно идёт, приятная, хорошо, кстати, с руки набирается, да, вот этот оттенок, не очень идёт, прям моя помада, вот в полупрозрачном варианте, красиво, и в плотном варианте, тоже очень симпатично, далее смотрим красотку Белль, 35-74, да, как вы видите, они все идут в таких коробочках, красотка Белль, ну очень красивый такой оттеночек, обычный такой, знаете, это тот оттенок, который всегда под все случаи жизни подойдёт, симпатичный, как даже показать, что она переливается немножечко, да, вот видите, да, слегка так вот, переливается, так, ну и давайте, как обычно, набираю сначала с руки, легонечко наношу, она какая-то, знаете, с руки не очень хорошо набирается, и вот где набираете, начинает прям блестеть так сильно, ну, если её чуть-чуть наносить, если честно, я её не замечаю, и она сразу ей красится, так, так поблёскивает, очень нежно, у вас ещё, кстати, в прошлом видео, или позапрошлых, в комментариях, был вопрос, как я снимаю, так, чтобы не навредить губы, не повредить, вернее, губы, когда снимаю много помад, я смачиваю мицеллярным лосьоном, вот так вот беру, всё, помада снята, вот она, а губки остались невредимы, и не сцарапаны, а ручки, а просто другой стороной, вот так вот провожу, и всё, и получается, по ватному диску, на одну помаду, следующая помадушка, у нас с вами идёт, с артикулом 3572, кормильник капучино, сюда уже буду наносить, очень красивый оттенок, мне очень-очень нравится, причём она ровно, красиво ложится, очень ровно, и очень красиво, да, прям супер, кстати, она всего 4 грамма, идёт немного, я встала выдвигать, а это всё, что есть, она небольшая помадка, оказывается, так, ну что, давайте будем набирать, если чуть-чуть, накладывать, то очень красивый получается цвет, если больше, просто слегка поярче, но очень даже ничего, мне нравится очень, приятные ощущения, на губах, она лежит классно, 3571, изящная орхидея, яркая, типа барби, я так понимаю, так, сначала берём чуть-чуть, листинчик такой, кстати, чуть-чуть, очень аккуратно, можно легко израсходовать, 3581, сочная ягода, так, сначала чуть-чуть, очень пигментированная штука, да, ложится сильным таким, плотным слоем, ярко, 3573, зимняя роза, очень красивый оттенок, мне очень нравится, безумно классный, но не плотный, не пигментированный, то есть такой, полупрозрачный, так, ну что ж, по традиции пальчиком, видите, она даже на пальчиком убирается, так, немножечко, и её, я вживую её вижу, но до такой степени, скромный оттенок, это не та помада, которую, нужно по чуть-чуть наносить, можно как она скользит, ложится, очень приятно, тёмная такая помада, богема 3575, давайте вот сюда её понесём, кстати, она потемнее, в ней больше такого малинового потона, нежели показывает камера, так, ну начнём, по чуть-чуть, мне уже достаточно, она уже очень плотно, кстати, ложится, красивый цвет, но, к сожалению, темнее, вживую, темнее, чем на камеру, причём, в разы темнее, не знаю, почему так, что-то вообще, криво, да, бывает, очень красивый тон, называется, кринадин 3580, реально красивый тонушка, давайте пробуем, мне нравятся такие, 3580, такой плотненький, его прям видно на губах, вот этот оттенок мой, мой прямой, сразу видно, не мой оттенок, слишком такой тёмный, цикламен 3577, цикламен, цикламен, ну да, посмотрите, какой яркий, жуть, да, прям вообще, ну вообще, прям мягкий, мягкий он, и, пигментированный, очень яркий, и он слегка проявляется, то есть, я не смогла сейчас стереть его, да, видите, плохо стирается, то есть, слегка-слегка он проявляется, то есть, вы именно краситесь, и можете на долгое время забыть, красить губы, и у вас будет без проблем, фруктовая страсть, артикул 8578, очень красивый оттенок, очень, мне очень нравится, он, кстати, не режет, камера опять вытряхается, вот этот передается идеально, вот этот вот, да, и вот этот, очень похож на этот, но он слегка такой, немножечко поярче, потеплее, да, то есть, если этот холодинка, то это прям тёпленький, вот и всё, между ними разница, и он плотнее, очень плотно тоже кладется красиво, так, очень красивый цвет, далее, помада 14 оттенков получается, значит, вот составы у этих помад, кому нужно, 97% натурального происхождения, это всё перламутровая губная помада, она идёт с приятным ванильно-миндальным, ароматом, и кремовой текстурой, ну да, но этот аромат, еле-еле уловимый, если честно, я вот не очень-то, его почувствовала, значит, содержит комплекс растительных компонентов, которые обеспечивают мягкость, и комфорт, и придают обязательно сияющий оттенок, 4 грамма, ну что ж, поехали, значит, не знаю, как название, тут заклеено, к сожалению, артикул 203 510, 203 510, ну такая, знаете, потуже наносится, чем предыдущая, она потверже немножечко, но прям реально блестит, прям так это переливается, можно сказать, блес такой, не сильно ярко выраженный, туговато так, чем предыдущая наносится, посмотрите, пришла красотка, пришла и думает, как все это перепрыгнуть, перешагнуть, Алиса, давай я тебя выгоню, а, пожалуйста, сегодня не ты звезда, сегодня я звезда, ты не звезда, а я звезда, и ты завидуешь, это знаете, как мем в релсах в инстаграме, да, ты звезда, а я не звезда, мать моя кошка, ну слушайте, мое животное супер, она ничего не сбила, она прошла, и все хорошо, умница, ляля киса, хочу вам вкратце рассказать одну историю, у меня кошка, после того, как я перешла на стиль, начала пить мой кофе, делайте вывод, и вот она сейчас там опять ходит, и ищет кофе, я вам серьезно это говорю, она его не нашла, потому что у меня там все время кофе стоит, вот именно со стиль, походу натуральный продукт, ну и вот как эта помада, следующая помада ужасно темная, прям темная, темная такая, dark кофе называется, 35-18 оттенок, это просто что-то с чем-то, ребят, ну мне она реально не подойдет, слишком темная, передается, кстати, цвет, цвет очень хорошо, это просто вау, ну что, давайте попробуем, мне вот, кстати, эти наклейки от Фаберли, безумно понравились, вот эти два центральных ноготочек светлых, это наклейки Фаберли, просто безумно красивые, я прям не могу, таких оттенков, я думаю, дальше даже не стоит продолжать, нет, зато далее красотка, глянцевый коралл, артикул 203 508, вот это мне нравится, да, глянцевый коралл, не, ну это вообще, я очень, ребят, удивлена, если честно, такой помады, вот это глянцевый коралл, куда симпатичнее, и вот обратите внимание, написано, типа, это линейка перламутровая, да, вот это очень даже хорошо блестит, глянцевый коралл, суперски блестит, а вот это темное, оно же нисколько не блестит, да, которое в середине, угу, интересная, конечно, помада, вот это вот рыжинка у нее, следующее, что-то какой-то рубин, 203 500 11, помадка тоже красивая, мне нравится, давайте посмотрите, так, угу, угу, но она не супер ярко смотрится на губах, так, тут название стерто, 203 507, что-то ней, и ней, наверное, какой-нибудь, ну, то есть такая вот, как будто бы металлическая, такая слегка, давайте посмотрим, угу, ну, такой холодный, блестящий оттеночек, очень даже, да, если это вот прям видно тепленький, такой, да, то есть, ну, то это вот прям блестюшечка, и холодный, мушечка, так, кстати, забыла сказать, что немножечко, мне не нравится, привкус, ну, слушайте, одинаковые помады, что ли, а нет, разные немножко, так, 4 грамма, перламутровый турмалин, 3549, перламутровый турмалин, очень, кстати, симпатичная, но от нее идет, такая небольшая, горчинка, привкус, еле-еле-еле, еле уловимая, но чуть-чуть есть, 3517, нежная фиалка, очень красивый оттенок, даже не знаю, перламутровая, а, матовая, это матовая помада, ребят, прошу прощения, да, то есть, вот, ну, хороша, хороша, мне очень даже понравился этот тон, оттеночек, да, очень хорошо, кстати, передается, мне понравилось, прям красота, так, ну, что ж, угу, ой, моя, даже грифа моя, ха-ха, угу, шикарная, угу, ничем, ничем не пахнет, значит, я матовая с перламутровыми, попутала тут, да, потому что они в одном футляре, значит, она идет с благородным ароматом розы, не чувствую, роскошный бакс бархат, обеспечивает равномерное нанесение матовое покрытие, глубокий насыщенный цвет, натуральная формула, 95%, содержит минеральные пигменты, для придания выразительных оттенков, и питательные масла, и воски, для комфортной защиты кожи губ, какие масла, не написано, я не могу, я влюблена, так, это значит, у нас перламутр, 203, 512, коричневый бриллиант, я так думала, они все одинаковые, наставила, они все разные, в общем, прошу прощения, значит, вот это вот тоже было матовая, скорее всего, коричневый бриллиант, перламутр, уж очень сильно блестит, прям давайте, тадам, 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 нет, ребят, мне не нравится, мне кажется, что я даже наносить не нужно, не мое, вот что хочу сказать, палитра оттенков, BSC, очень разношерстная, так, это, наверное, 203, 500, 513, или 205, нет, 203, 513, скорее всего, да, тут стерто, я не могу это посмотреть, она так и пришла, какая-то нежная роза, скорее всего, тут артикул, еще пока что неправильный, 4 грамма, роза очень нежная, тоже она идет, матовая помадушка, красивая, не перламутровая, очень насыщенный, классный оттенок, прям великолепный, мне нравится, очень хорошо передается, прямо цвет в свет, тон в тон, я счастлива, давайте попробуем, пусть она чересчур светлая, но прикольно, под цвет халатика, далее, перламутр, сиреневый, кристалл, 3504, но это вообще, просто чисто, сильно-сильно, такая вот, прям блестящая, очень-очень блестящая помада, очень мягкая, 80-е, горьким чем-то пахнет, помнится, у меня где-то есть такой карандаш, матовая, питательная помада, для губ, 35-20, сочная малина, очень такой яркий, стильный оттенок, даже вот, когда я увеличиваю, он, нет, он неправильно передается, он передается теплее, на самом деле, оттенок малиновее, и холоднее, даже вот, не знаю, как даже и сделать, там, лучше, хуже, нет, непонятно, почему, так, да, по сравнению с моими губами, как криво, ну, я думаю, вы не будете обращать внимание, что так криво, симпатично, кстати, перламутр, 203, 509, давайте вот сюда, перламутр, к первому утру, такая у нас, знаете, чуть ли не металлик, очень такая, прям, ох, ох, видите, прям, переливаются сильно, блеск такой, конечно, ого-го, конечно, так-то прикольно, пробуем, пробуем, матовая, шелковая роза, 3514, очень светлая, прям, даже не знаю, стоит ли ее тестировать на руке, ну, прям, светлушечка, очень-очень, угу, вот такая, прям, нет, знаете, такие помады, обычно используются, знаете, для чего, вот, когда посерединке, хочется добавить свет, свет, чтобы они оказались, более объемными, вот эта помада, прям, самое то для этого, но как самостоятельная, может быть, она для какого-то арт-макияжа, если на руке она хотя бы, слегка какая-то, да, есть тут какая-то розовинка, еще что-то, да, то тут на губах, белесенькая такая, и, кстати, вот я помадой, путлярчик идет в зеркало, это защита, это была защита, я смогла расковырять, и снять, теперь такое вот, миловидное зеркальце, цветущий миндаль, 3521, матовая, питательная губная, помада, так, ну что, начну, очень красивый тон, нравится, ну что, скажу, близковато к рыжинке, но нормально сносно, ну да, так-то прикольная помада, вот эту помаду, если честно, мне даже на себя наносить не хочется, но чисто для вас нанесу, такая вот, ярко-рыжая, какая, нет, не ярко-рыжая, а прям, вы знаете, такой каскад блесток непонятный, что вообще просто, не знаю, 203, 501, перламутровая губная помада, ну куда, куда столько блестка, скажите мне, она прям вся блестит, это просто какая-то елка новогодняя, что это вообще, 3, 4, не так страшно, как мне казалось, но мне не нравится, вот такой вот еще блестенчик, розовое серебро, 3503, тоже ярко-рыжая, ну по крайней мере, не такая рыженькая, как предыдущая, но яркая, чересчур, очень красиво, да, у меня тут что-то скачило, позавчера, и кажется, что я очень много помад наношу, да, неровно, но на самом деле, у меня тут что-то есть, королева дискотека, я думаю, вы поняли, очень такая помада, интересная, у нас такой, конечно, фаберлик, нету, ну и последний оттеночек, это у нас идет матовая помада, так, 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 красная рябина, 203, 15, ну такая, можно я бы сказала, бордовая рябина, не очень-то она и красная, давайте вот попробуем, последний оттеночек, из этой серии, ну красивая, конечно, но не скажу, что прям супер матовая, она блестит, поблескивает, и очень даже неплохо, это помада, очень пигментированная, вот когда ее наносишь чуть-чуть, прям хочется купить запасник второй оттенок, ну что, ребята, как вы видите, губы мне спасибо не сказали, надкусанной помадой, не уследила за дочкой, артикул 40764, это оттеночный бальзам для губ, я нанесу, ну как оттеночный, он по-моему не оттеночный, ну что-то вроде бы есть немножко, нанесу бальзамчик, и оставлю уже губки в покое, да и обзор уже длинный, и пока губежки не заживают, хочу вот такую тушь вам еще показать, вот тушь 5869, давайте с вами, это будет последнее, что я покажу, потому что тушь вообще показывается долго, мне она чем понравилась, мгновенно прилипает, и дает такой вот прям объем, что ли, через чер густой, вот, я ей уже красилась, сняла видео, что кисточка небольшая, вроде бы, да, на мой глаз нормально, но она почему-то ляпает, и ляпает она неплохо, и вчера вот визажист меня еще этой тушью покрасила, да, все, кто подписан на меня в инстаграм, в сторис, видели, вот, некоторые, да, моменты макияжа, но я вам хочу сказать, что нет, это уж очень хорошая тушь, причем она замерзает, классно, но ей почему-то хочется краситься вот таким вот образом, потому что вот эти волнообразные штуки, они вообще ни к чему, у меня она не осыпается, пока что, ну, я ее пару дней всего поносила, она абсолютно новая, пока не осыпается, что самое клевое в этой туши, действительно, долго не надо красить глаза, она бац и уже накрасила, и все это быстренько, живой вообще эффект колоссальный, его очень видно, объем, длина, просто вот, я прям не могу, это ресницы до небес, я вам еще скажу круче, я эту тушь уже продала, продала уже 4 раза, просто потому что, показываю девчонкам, и они ее покупают, обалдеть, я не думала, что может быть еще лучше, чем были до этого, но эта тушь мне в самое сердце попала, знаете, что еще я вам хочу сказать, ну эффект не эффект накладных ресниц, но это шикарно, ну то есть шикарно, откуда ресницы взялись, мне не очень понятно, ну они откуда-то берутся, вот так приходится глазик, немножко оттягивать, чтобы накрасить уголочек, новая кисточка, ну я в принципе, новой кисточки, вот кто меня давно смотрит, всегда они у меня, залепанные такие, ну в компании Фаберлик, такой туши точно нет, вот прям точно, я вам говорю, это первая такая тушь, которая прям устраивает меня, прямо переустраивает, прямо выше моих ожиданий, и причем она застывает, она замерзает, и потом уже становится такая, знаете, грубенькая, и довольно таки стойкая, понимаете, стойкая, но если вот этот обычный тушик, когда я крашу нижние ресницы, видите, как увеличивает сразу, сравниваете нижние ресницы, чьи эти, это просто лопухи, ей даже неудобно нижние ресницы красить, потому что, ну блин, куда такие опахалы, да, вот чуть-чуть прикладываем, и уже просто бленющее, их особо не склеивает, и если я макну второй раз, а я макала всего один раз, мне кажется, будет просто уже через чушь, отлично, просто отлично, мне нравится, вот видите, вот мой глаз, мне накрашен, вот мой глаз накрашен, какой эффект живой, в общем, я больше красить не буду, а то буду смешная, показала вам эту красоту, что хочу сказать про нижние ресницы, все-таки, немножечко, к концу дня, я увидела такие вот небольшие, вот в этом месте пандинки, почему, потому что у меня глаза такие, у меня все всегда отпечатывается, вот, поэтому нижний глаз, только водостойкой тушит, фаберлик, а вот верхний глаз, ну, ребят, ну, круто, не склеивает, она их делает просто длиннее, длиннее, бомба, разница, просто колоссальная разница, так можно докрасить, извините меня, до бровей, просто с такой тушью, смотрите, вот тут, и вот тут, посмотрите, издалека, я в шоке, это просто, ребят, всем рекомендую, кто вот такое любит, просто сравните, и вы будете в шоке, просто сравните, еще раз артикул называю, 58-69, ну, без слов, ну, все, мои дорогие, всем пока-пока, ха-ха,